Добрый вечер, друзья! Сегодня мы продолжаем изучать Слово Божие, но сейчас мы помолимся за нужды. И, знаете, пока мы на земле, нужды, проблемы, они будут сопровождать нас, но есть тот, у кого есть решение. Давайте обратимся к Господу, откроем наши сердца и попросим Его помощи, Его водительства, Его вмешательства в те обстоятельства, которые складываются в наших жизнях. Дорогой Господь, мы обращаемся к Тебе, мы приносим перед Тобой на руках молитвы эти нужды, эти проблемы, Господь. Наше отчаяние, нашу несостоятельность и просим Тебя, чтобы Ты помог нам. Господь, утешь и укрепи тех, кто нуждается в этом. Благослови и исцели тех, кто сейчас болен и немощен. Благослови тех, кто принимает какие-то важные решения в своей жизни. Пусть Твоя воля совершается в наших жизнях. Мы благодарим Тебя и прославляем. Мы верим, что мы увидим руку Твою во всех этих обстоятельствах, и мы увидим Твою благость и милость в наших жизнях. Благодарим Тебя, дорогой наш Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Друзья, сегодня хочу поговорить с вами о временах и о сезонах. И я свою проповедь назвала «Лето благоприятное». И сейчас лето. И что такое лето? Вообще слово «лето» имеет два значения. Во-первых, летом обозначается самый теплый, жаркий и очень желанный и долгожданный для нас сезон – время года. И второе – раньше летом обозначали год. Какое-то время год. Время, ну, год обозначался. И отсюда происходила и летопись. И лето мы всегда ждем. Мы ожидаем это время, потому что оно у нас ассоциируется со светом, теплом, с отдыхом. И это время года действительно особенное, так как мы отдыхаем после активного учебного, рабочего года. Мы готовимся к Новому году. Мы отдыхаем, проводим время с семьей, общаемся. Мы расслабляемся, путешествуем. И мы живем на Урале. И я бы сказала, что такая у нас климатическая зона, что все сезоны у нас ярко выражены. У нас морозная, снежная зима, непредсказуемая, но иногда теплая весна, яркая, теплая, жаркая, как в этом году лето, и красивая золотая осень. Но все-таки лето – это какой-то апогей, и мы ожидаем лето, так как это приятное, прекрасное время для нас, наших семей. Летом все расцветает, все полно радости, света. Множество красок радует наш глаз. И это действительно замечательное время. Время, как сезон года. Но знаете, в Библии слово «лето» употребляется также для обозначения времени, определенного времени, данного Господом. Давайте откроем Евангелие от Луки, 4 главу, 18-19 стих прочитаем. Христос взял в синагоги свиток и начал читать слова из книги пророка Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В новом русском переводе «проповедовать лето Господне благоприятное» звучит как «возвещать год милости Господней». Христос объявил начало определенного особенного времени, благоприятного времени для человека. Времени, которое называется «лето благоприятное». Это время милости Божией. Это счастливое, подходящее, благополучное время для того, чтобы Господь мог действовать в жизни отдельного человека и всего человечества. Особенное время, время возможностей, данное нам Господом. Но и с тех пор это лето Господнее, оно продолжается, оно не закончилось, как сезон, как лето 21-го года закончится, или лето 20-го, или лето 22-го года. Лето Господне продолжается и до сих пор. Но что нам с этим делать? Что сделать с этим знанием, что сейчас благоприятное время? Господь дает нам хорошее, успешное, подходящее, счастливое время. Что нам делать с этим знанием? Как распорядиться той благодатью Божией, которая изливается до сих пор на эту землю? Апостол Павел в книге 2 Коринфянам 6 главе 1-2 стихе пишет, «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». Апостол Павел также познал это откровение, что время благоприятное, что день спасения, что время благодати и милости. И он сказал, «Умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами». Действительно, как жить так, чтобы та благодать Божья, которая ежедневно изливается на мою жизнь, на мою церковь, на мою семью, чтобы она не тщетно, не зря, не попусту была принята мною. Как распорядиться ею? Что я должна делать? И, знаете, лето, когда лето у нас ассоциируется с отпуском, с отдыхом, мы ждем этого лета, мы планируем это лето, мы, может быть, весь рабочий, грядущий, текущий год готовимся к лету, копим средства, планируем отдых, планируем путешествия. Мы прилагаем усилия, чтобы организовать это лето, чтобы это лето стало счастливым и благословенным. Но, друзья, лето, как время милости Божьей, лето, как время возможностей, оно ведь также требует от нас неких усилий. Оно требует от нас каких-то решений. Мы вкладываем усилия и трудимся, чтобы все это не прошло мимо нас, чтобы это благоприятное время, время возможностей, время шансов, оно стало действительно благополучным, счастливым временем для нас. И, знаете, я когда размышляла об этом, может быть, меня на эти размышления натолкнул все-таки тот сезон, в котором мы проживаем, это время лета отпусков и так далее, время отдыха, хотя сейчас в некотором роде мы ограничены, но мы все равно стараемся отдохнуть так, как позволяют эти обстоятельства и наши возможности. И смотрите, когда я думала, что такое лето, как сезон, лето, как отдых, я хотела бы просто изобразить это, но не буду рисовать картинки, я просто напишу несколько ключевых слов, что значит для меня лето, как сезон. Первое – это отдых. Надеюсь, вы согласитесь. Это отдых. Второе – это уединение. Время, когда мы хотим остаться наедине с собой, своей семьей, мы удаляемся от суеты, мы хотим думать про работу или какие-то трудные, сложные вещи, может быть, которые были у нас за спиной или предстоят нам впереди. С чем еще ассоциируется у меня лето, как сезон, как время года? это путешествия. Это путешествия. Это путешествия. И также это время общения. Общения с семьей, с друзьями. Может быть, время новых знакомств. Прекрасное время, да? То, что, когда вот я думаю об этом, действительно, это отдых, это уединение, это путешествие, это общение, это время восстановления наших физических, душевных сил. Но, когда я думаю о лете, как время милости, как время милости, как время благодати Божией, что приходит мне на ум? Что приходит мне на ум? Во-первых, знаете, Господь сотворил времена и сроки, и сезоны для нашего блага. Он условно разделил время на секунды, минуты, часы, сутки, месяцы, годы, чтобы мы справлялись с тем временем этой жизни, чтобы мы проживали день, зная, что завтра наступит новый день, завтра будет новая милость и благодать. И для этого дня достаточно своей заботы. И все-таки время и вот эти вот рамки временные, которые Господь установил, это некая защита для нас, это благословение для нас. И давайте воспринимать это именно так. Например, Господь сказал «Шесть дней работы, семь, седьмой отдыхай». И Бог дает это. Или мы работаем какой-то рабочий день, но мы знаем, что вечером нас ждет отдых, а ночь у нас ждет восстанавливающий, успокаивающий сон. Все это создано Господом на благо человеку. И вот если мы говорим о лете как о сезоне, как об отдыхе, все это касается прежде всего нашего тела и нашей души. Мы отдыхаем телом, мы восстанавливаем физические, душевные силы. Но когда я размышляю о лете как о благоприятном времени от Господа, я думаю, что прежде всего это касается, конечно, это касается всех сфер нашей жизни, но прежде всего это касается нашей духовной жизни. Что для меня лето как время милости, как сезон от Господа, как благоприятное время от Господа, это остановка в пути. Остановка в пути. Если мы только движемся и не успокаиваемся, нет, вот смотрите, наше тело, оно вынуждено отдыхать, потому что Господь заложил эти биологические часы в наш организм. И поэтому, хотим мы, не хотим, мы можем работать на пределе своих возможностей, но потом нам наше тело скажет, теперь ты должен отдыхать. Не так наша душа, наш дух, наше сердце. Мы можем постоянно думать о чем-то, постоянно о чем-то заботиться. И мы не знаем, как отключить это беспокойство, мы не знаем, как выключить суету или заботы. Но есть такие моменты, есть такие инструменты, которые Господь в нас также вложил, но они не работают автоматически. Мы должны сами остановиться в этом пути. Остановка для меня. Это также, конечно же, уединение, но это уединение не просто из-за того, что я устала от всего, а это уединение ради Господа, уединение с Господом. Во-первых, остановка – это отрешение, от внешних каких-то обстоятельств, забот, мыслей на данный момент и желание встретиться с Господом. Ну, второй пункт. Ну, остановка – второй пункт уединения. Они взаимосвязаны, эти два пункта для меня. Это все условно, это я говорю вам о результате моих размышлений. Может быть, вы добавите какие-то пункты или, может быть, у вас сложится совершенно иная таблица. Но сегодня я делюсь тем, что я сейчас переживаю, о чем я сейчас размышляю. Смотрите, когда я говорила о путешествиях во время наших отпусков, ведь мы совершаем также по этой земле свое земное путешествие, и вся наша жизнь – это странствование. Давайте прочитаем место из Священного Писания. 1 Петра, 1 глава, 17 стих. И если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни. Наше странствование – тоже некое путешествие по этой земле. Даже если ты всю жизнь проживаешь в одном городе, в одном доме, в одной квартире, ты все равно совершаешь ежедневное путешествие по этой земле. Тебя ожидают невероятные повороты судьбы, встречи, приключения. Так вот, когда я размышляю о благоприятном времени от Господа, я понимаю, что я могу поменять свой маршрут вместе с Господом, решение. Я могу увидеть от Господа карту моей жизни, и, может быть, Он поведет меня совершенно в другом направлении. Эти решения могут казаться каких-то судьбоносных вещей, семейного положения, работы, может быть, географического моего пребывания на этой земле. Но прежде всего это внутреннее решение, как мне жить, как поступать. И я должна быть готова менять свое путешествие, менять свое странствование на этой земле в соответствии с Божьей волей. И также благоприятное время от Господа, оно у меня ассоциируется с тем, что это время благодати для изменения взаимоотношений. взаимоотношения. Я, может быть, проведу некоторую параллель, отдых и остановка, уединение и уединение, путешествия и решения, общения и взаимоотношения. Помните, когда-то Христос учил людей и говорил, мирись с своим соперником, пока ты еще на пути с ним. И решение в сфере взаимоотношений для меня это прежде всего прощение и примирение. Бог дает благодать для этого, чтобы мы приняли некие духовные важные решения для себя. Посмотрите прямо сейчас. Если с кем-то у вас из людей нет мира или кто-то из вас имеет друг на друга обиду, нужно изменить это положение вещей. И Бог дает благоприятное время, счастливое время, время возможностей изменить это. Сфера взаимоотношений также затрагивает такую вещь. Это говорить о любви, делать добро своим ближним. Напишу добро. Бог дает благодать именно для этого. Давайте откроем послание апостола Павла Галатам, 6 глава, 9 стих. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а на и паче своим поверья. Есть время для того, чтобы говорить доброе и делать доброе. И это время благодати, это время благоприятное для этих вещей. Знаете, может наступить такой момент, когда уже такой возможности не будет. И сейчас, когда я просыпаюсь утром, я не знаю, что меня ожидает сегодняшним днем, и мой день это как чистый лист, но я знаю, что сегодня у меня будут встречи, сегодня у меня будут общения, сегодня, возможно, кто-то нуждается в моей помощи, и я должна быть чувствительной, чтобы увидеть благодать Божью, для того, чтобы познать Его волю, как мне делать добро именно этим днем, этим днем, какое-то август или какое-то сентября сегодня наступает, но я должна понять, что сегодня Господь хочет от меня, и есть возможность сегодня сделать добро. Можно, наверное, было бы это все продолжить, потому что условно я назвала это лето благоприятное, но это наша духовная жизнь с Господом, она продолжается на протяжении всей нашей земной жизни. Апостол Павел также задумался об этом, я уже вам прочитала 2 Коринфянам, 6 главу, 1, 2 стих, где он говорит, пусть благодать Божья будет нечетно принята вами, но в 1 Коринфянам, вот 15 главе, давайте откроем, 1 Коринфянам, 15 глава, 10 стих, Апостол Павел размышляя о своей жизни, он как будто бы сам для себя решил и озвучил и даже поделился вот с этой церковью в Коринфах, давайте прочитаем 10 стих, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною, Апостол Павел, он понимает, что та благодать, которую Господь дает и о которой он призывает, чтобы она не тщетно была принята, это благодать Божья, была принята им, и он потрудился, и он принял то благоприятное время, он узнал это время, он понял, как исполнить волю Божью. Знаете, действительно, вот здесь такое интересное сочетание, сначала он говорит, но более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Когда Господь дает нам благодать или милость, его благодать сначала принята нами, и она трудится в нас, она меняет наш характер, мы более и более становимся похожи на образ Христа, но потом благодать Божья, она начинает действовать через нас, она трудится через нас, и, друзья, наша задача, чтобы благодать Божья трудилась в нас, меняя наш характер, нашу сущность, меняя наши мысли, наши поступки, преображая нас более и более в образ Господа нашего. И также вторая часть этого, чтобы благодать Божья, она трудилась через нас, чтобы то, что Господь желает, мы совершили на этой земле и потрудились бы вместе с Ним. пусть благодать Божья потрудится через нас. Принимая Его благодать, мы совершаем труд души и позволяем Ему через нас проявляться в этом видимом мире. Когда я говорила о времени примирения и прощения, можно ли упустить это время? Наверное, можно. Знаете, друзья, у меня в моей жизни была такая нелегкая, нелегкие дни, это было несколько лет назад, когда мой отец, он лежал при смерти и болел, и мой христианский такой ум, он говорил, что он должен покаяться, он должен прямо сейчас прочитать молитву покаяния, чтобы он был спасен. И я с папой разговаривала, но ему было очень плохо, и я говорю, пап, может быть, ты повторишь за мной молитву, как бы хотела его сама привести к покаянию, он сказал, нет, я сейчас не буду молиться, но он разрешал молиться за него. И тогда я просто предала его благодати Божией, я сказала, Господь, ведь ты более заинтересован в его душе, чем я, я-то его дочь, а ты его творец, ты его отец, ты его создатель, пожалуйста, производи свою работу благодатью твоей в его сердце. И я, знаете, просто, я знала, что, наверное, его видела последний раз, потому что он лежал уже, ну, практически вот-вот, его душа, она уйдет в вечность. И я просто тогда шла и запела о благодать спасен тобой. Я понимала, что только благодать Божия может спасти его, только любовь Божия может спасти. Но что я сделала у постели умирающего отца, я не знала, я была так растеряна, но что я могла сделать, я просто сказала, пап, я тебя очень-очень люблю. И, знаете, он мне просто проговорил шепотом, но сказал, я вас тоже очень люблю. И вот, друзья, никогда не упускайте возможность и момент примириться, если то нужно, попросить прощения, если то нужно, или сказать слова любви. И, знаете, я не жалею, что я сказала просто вот эти несколько слов, которые ты в обычной жизни стесняешься говорить. Всё кажется не к месту, да и зачем это. А вот тогда был последний момент, когда у меня была возможность это сделать, и я об этом не жалею. Друзья, когда я говорю о добре, который мы можем делать, и также подразумеваю не просто восстановление личных взаимоотношений, но время, должно быть благоприятное время говорить людям, о Господе. Давайте прочитаем второе послание Тимофею. Второе послание Тимофею, четвёртая глава, второй стих. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. В современном переводе это звучит так. Сейчас я открою. В новом русском переводе «Возвещай слово, будь настойчив и в удобное и не в удобное время». И говорить о Господе, не стесняться Иисуса и Его слов, это может быть для современного христианина это не совсем обычно, потому что обычно мы думаем, люди сами как-то к этому должны прийти в результате своих поисков духовных и так далее. Но Господь также на нас возлагает ответственность проповедовать лето Господне благоприятное. То лето, которое когда-то кто-то нам проповедовал, лето благоприятное, хорошую возможность начать всё сначала, благополучный такой этап начать в жизни примирения с Господом. Поэтому, друзья, давайте не будем стесняться Господа Иисуса и Его слов и будем делиться тем сокровищем, которое мы получили. Ведь если ты, знаете, когда есть разные люди, есть человек, который попал на какую-то распродажу или где-то очень выгодно что-то приобрёл, и он никогда никому не скажет, он скажет, ну пусть сами и ищут, потому что я где-то это набрёл, я искал в интернете и очень выгодно приобрёл какой-то товар, и я сделал это для себя, а другие пусть заботятся о себе. Ну, например, я другой человек, и у меня есть подруги, если я что-то где-то увидела, что-то где-то увидела, действительно, достойное внимание, или нужно это взять по хорошей цене, я тут же звоню всем своим подругам, я говорю, слушай, ну вот там распродажа или там какое-то выгодное предложение, подумай, может быть, тебе это нужно, я делюсь этим. Но неважно, как вы поступаете в физическом мире, говорить о Господе нужно. Если ты приобрёл эту драгоценность, эту великую жемчужину, если Господь подарил тебе, ведь наш Господь это великая драгоценность для каждого человека, это спасение для каждого человека, если вы осознаёте и понимаете, что Христос, Он умер за каждого, пожалуйста, не зарывайте это сокровище, не скрывайте его, поделитесь этим сокровищем, говорите о милости Господа, говорите, что наступило время, настало время благоприятное, лето Господне благоприятное. Лето Господне благоприятное, оно приходит в жизнь каждого человека. Недавно мне моя подруга близко рассказала один случай, она работает в офисе, и у них работал мужчина средних лет, юрист по особо каким-то там сложным делам, но они работали в разных отделах, но однажды он проходил мимо их отдела, а как раз были предпасхальные дни, и она беседовала с сотрудницами о смысле Пасхи, она говорила, это, наверное, обеденное время было, она просто разговаривали о Пасхе, что такое Пасха, о смерти Христа. И вот он проходил мимо и задержался на какое-то время, и он был, ну, она говорит, что он очень колкие замечания стал вставлять, иногда в его речи, ну, не в этот раз, но в принципе у него проскальзывало, и нецензурные выражения проскальзывали, но в тот раз он включился в этот разговор, сначала был очень такой, ну, настроен негативно, но потом вдруг в результате этого разговора он как-то поменял свои отношения, и она говорит, в общем-то, больше близко мы с ними не общались, но спустя какое-то время, вот в этом году он вернулся из отпуска из Сочи и запалил ковидом, и буквально в начале июня этот человек умер, которому было 52 года, ну, в принципе, молодой мужчина еще, и она позвонила мне после его смерти и говорит, Оль, я, знаешь, я просто благодарна Господу, что тогда у нас этот разговор состоялся, и, друзья, Бог дает возможности, Бог дает людей, пожалуйста, не пренебрегайте этой благодатью Божией, описательно всегда говорите о Господе, вы не пожалеете об этом, даже, как апостол Павел пишет, если это будет вовремя и не вовремя, будьте настойчивы в этом, говорите с людьми о Господе. Можно ли упустить время, можно ли не использовать то благоприятное лето, которое Господь дает? Да, наверное, можно. Не использовать те возможности, не использовать тот сезон, который Господь дает для принятия верных решений, для прощения и слов любви, для благовестия, можно упустить многое. Но я верю, что Господь хочет нам преподать некие уроки, чтобы мы не просто жалели об упущенных возможностях, но чтобы мы сегодня и сейчас видели эти возможности, видели это лето благоприятное и использовали это время для принятия решений, для примирения, для восстановления взаимоотношений, для благовестия. Может быть, ты сейчас пожалеешь о чем-то и скажешь, да, когда у меня ребенок был маленький, я очень мало времени ему уделяла, мало нянчила его на руках, я не пела ему колыбельные песни, не рассказывала сказки на ночь. Возможно, это так. И, возможно, вы об этом сожалеете. Но если твой ребенок сейчас уже вырос, он, может быть, живет с тобой, может быть, он живет в другом городе. Друзья, сегодня лето благоприятное, сегодня день спасения. Вот возьмите прямо вот после нашей проповеди, помолитесь, возьмите трубку в руки и позвоните ему. А если рядом находится ваш ребенок, может быть, он уже выше вас на две головы, но вы просто подойдите и обнимите. Никогда не поздно говорить слова любви. Никогда не поздно восстанавливать эти отношения, потому что сегодня день спасения. Если вы считаете, что у вас с вашими родителями было что-то в прошлом, были какие-то конфликты, были непонимания, но, друзья, если ваши родители до сих пор живы, даже если они сейчас старенькие, может быть, больные, немощные, и уже не те люди, которых вы привыкли видеть, не те энергичные, сильные, умные, пожалуйста, возьмите трубку телефона или просто зайдите к ним, принесите им продукты, обнимите их, скажите им, как вы их любите. Потому что есть еще время. Сегодня день спасения, сегодня время благоприятное. Друзья, каждый мой новый день и каждый мой новый вдох – это зеленый свет от Господа, продолжать путешествие, это земное путешествие, это знак от Господа, что время благоприятное для меня не закончилось. Лето Господне продолжается. Благоприятное время – это не просто время благодати и милости для нас, но это часто и время вызова, когда Господь, Он дает нам время, обстоятельства и людей и просит нас примириться, просит нас делать добро, просит нас говорить им о той драгоценности, которую мы имеем. Когда Господь просит нас поступать по любви и благодати, когда Он побуждает нас принимать верные решения. время благоприятное – это время ответственности, это время вызова для нас. И я хотела бы закончить нашу проб, мое слово небольшое, то, чем я поделилась, что сейчас есть в моем сердце. И знаете, друзья, вот это время, летнее время, оно прекрасно. Почему? Потому что яркий свет солнца, он окрашивает все, какие-то прекрасные краски, прекрасные закаты и рассветы мы можем наблюдать. И все окутано теплом и светом. Знаете, также и благодать Божья, которая изливается на жизнь человека, она окрашивает все, какие-то неземные, прекрасные цвета. Она придает смысл нашей жизни. Я хочу призвать вас помолиться сейчас о том, чтобы мы увидели, что действительно мы живем в благоприятное время, время благодати и милости. И я прошу, друзья, если Господь будет побуждать вас принимать определенные решения в вашей жизни, обязательно откликнитесь на этот зов. Дорогой Господь, мы обращаемся к Тебе, мы благодарим Тебя за то, что Ты изливаешь свою благодать и милость для нас обильно. Мы благодарны Тебе за каждый новый день нашей жизни, который Ты подарил нам. И мы верим, что это благоприятное, счастливое время для нас. Время, чтобы мы трудились, чтобы мы поступали по милости, по благодати, по любви, чтобы мы принимали определенные решения, важные решения в нашей жизни, чтобы мы делали шаги навстречу нашим близким, к родным, друзьям, может быть, к незнакомым людям. Господь, чтобы мы делились словом благодати, чтобы мы говорили о нашем Господе Иисусе Христе. И мы просим Тебя, Господь, покажи нам путь, покажи нам смысл, покажи нам, как мы должны принять благодать Твою, чтобы она была не бесполезна для нас и не тщетно нами принята. Мы благодарны Тебе за те изменения, которые предстоят, за то, что мы увидим, плоды, прекрасные плоды, и мы будем идти за Тобой дальше. Да будет Тебе вся слава, честь и хвала, великий всемогущий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, я благодарна вам, что вы смотрите наше служение, и вы верны во многом. Вы действительно по благодати Божией вы очень щедры и открыты для того, чтобы сеять для Церкви Божьей, на дело Божье. И я призываю вас сейчас совершать это от чистого сердца, с любовью к Господу, с любовью к Церкви. Пусть Господь вас благословит. Вы можете посмотреть ролик о способах пожертвования с миром Божьим. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова